Заграница нам поможет. Так, в деле обеспечения российских дилеров новыми автомобилями настоящим клондайком оказался Казахстан. Например, наши соседи весьма оперативно нашли замену сверхпопулярной Крете, начав торговать кроссоверами Hyundai Bayon. Так, в соседней республике такая машина стоит 11 миллионов тенге, что равнозначно полутора миллионам рублей. Правда, российские продавцы смело набавляют 500-600 тысяч сверху, так что выходит уже 2 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получает переднеприводный паркетник, который короче и ниже, чем упомянутая Крета. Единственный доступный мотор — это 110-сильный атмосферник объёмом 1,4 литра, в котором состыкована шестидиапазонная автоматическая коробка. Базовая комплектация вызывает уважение. В неё входят система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида, климат-контроль, бесключевой доступ и даже обогрев руля. Продолжают список датчик дождя, фоновая подсветка салона, 8-дюймовый экран медиасистемы и багажные рейлинги. В общем, предложение интересное, если бы не одно «но». Гарантии нет. Вообще никакой. При этом торговать моделью готовы даже официальные дилеры Hyundai, но под серым флагом. Первые поставки из Казахстана ожидаются буквально через неделю, а сейчас продавцы набирают пакет заказов. Hyundai Bayon имеет турецкое происхождение, где автомобиль сначала собирают, а потом разбирают на крупные узлы. Финальной сборкой занимается новый алматинский завод Hyundai Trans Kazakhstan. Оно также выпускает представителей семейства Hyundai i30. Но полуразобранные хэтчбеки и универсалы изначально привозятся из Чехии. Техника машинам полагается самая простая — связка полуторалитрового атмосферника мощностью 110 сил и классического шестидиапазонного автомата. Сзади стоит полузависимая балка. Некоторое время назад корейцы отказались от многорычажки на простых версиях. В России новинку позиционируют как альтернативу хорошо упакованному Solaris. Что почти правда — богато оснащенный седан сейчас стоит дороже двух миллионов, а i30 отдают на двести-триста тысяч дороже. Мы подсчитали — с каждой машины продавец имеет не меньше семисот тысяч маржи. Но опять же — никакой официальной гарантии. Спасибо хоть, что интерфейс медиасистемы и борт компьютера русифицированы.